Всем привет, друзья! Давненько не было видосов, но я обещаю, как всегда, исправиться, и совсем скоро вы получите просто огроменную порцию новых качественных видосов. Не такой, как этот, но тем не менее. В общем, друзья, сегодня у меня в руках смартфон от Sony Xperia XZ3, который еще даже не вышел. Точнее, его официально уже анонсировали на IFA, и очень немногие блогеры уже сделали, типа, быстренький обзор-распаковочку. Я же делаю распаковку сейчас, все для того, чтобы у вас была возможность позадавать мне вопросы, чтобы я протестила аппарат основательно, потому что этот телефон остается у меня. И вы наверняка спросите, как же я его получила, да это все просто. На самом деле мы просто сходили удачно на презентацию от компании Sony, выиграли там их квест, и вот теперь телефончик у нас. Тут вот даже написано DEMO ONLY NOT FOR SALE, так что не для продажи этот смартфон. Что хочется сказать, смартфонов от этой компании у меня на обзоре еще не было, на моем канале не было ни одного видоса, который был бы посвящен этому смартфону. Точнее, не этому, а любому другому смартфону от этой компании, поэтому можно считать, что он у меня первенец в моем канальчике. Но, тем не менее, смартфон будет доступен с 1 октября по 9 октября для предзаказа. При этом, покупая этот смартфон за 69 990 рублей, вы получаете Sony PlayStation 4 в подарок. Не знаю, насколько это выгодное предложение, возможно, оно очень крутое для действительно фанатов Sony, которые тащатся от их смартфонов, и очень давно хотели себе плойку, может быть, именно вас это предложение заинтересует. А так, старт продажи официально начинается с 10 октября, скорее всего, по той же стоимости. Ну так вот, давайте приступим уже, наверное, откроем вот это вот все. Смартфон! Вот он, такой, в черном цвете. Кстати, всего у них черный будет стандартный, светлый или серый стандартный, и два очень необычных цвета изумруд и бордо. Мне кажется, если брать себе этот смартфон, то в каких-то эксклюзивных, исключительных оттенках. Ой, зарябочки. Что мы тут имеем? Нажмем кнопочку включения. Тут, кстати, три кнопки сбоку. Кнопочка для фото, включение-выключение и качелька регулировки громкости. С другой стороны ничегошеньки нет. Тут у нас Type-C, нет разъема для 3,5-миллиметрового джека. Заряд батареи садится. Воу-воу-воу, как все красивенько. Тут у нас панельчика такая небольшая с логотипом Sony. Здесь еще одна с фронтальной камерой и всякими там датчиками, вот даже с индикатором. Никакой вам монобровки, друзьяшечки, если для вас это важно. Закругленный такой дисплей диагональю 6 дюймов. Здесь у нас лоток под сим-карты. Здесь две наносимки. И кажется, что этот лоточек можно открыть ноготочком, но что-то у меня пока не получается. В общем, я потом буду пытаться как-то его открыть. Здесь у нас одна основная камера. Вспышка и сканер отпечатка пальцев. Надпись Xperia, как будто спрятана за стеклышком. Очень прикольно. Ну, смартфон, конечно, марки. Я думаю, что вам видно, а если не видно, то это плохо. Сделаем вот так. Смартфон капец какой марки. И вообще чувствуется, как будто вот раньше, знаете, смартфон его называли обмылками. Так вот, Sony Xperia конкретно капитальный обмылочек. Перейдем к коробке. Что еще мы получаем в комплексе с этим смартфоном? Адаптер, зарядочка, чик-чик. И переходничок на 3,5-миллиметровый джек. Кстати, у меня есть такое ощущение, как будто бы в наш экземпляр чего-то не доложили. Как будто бы вот здесь что-то лежит. И вот тут что-то тоже должно лежать, но его здесь нет. Что очень странно. Может быть, нам не доложили наушничков. Не знаю. Пока уберем все в коробочку и продолжим изучение по бумажке. 19 мегапикселей основная камера, 13 фронталка, 6 дюймов, как я уже сказала, экран. Диагональ экрана USB-C. И 3330 мАч. Это очень круто, потому что любой батарею, любой смартфон, вернее, из батареи ниже 3000 мАч сейчас нет смысла брать. Qualcomm Snapdragon 845. Это отличная заявка на высокую производительность. 4 гигабайта оперативной памяти, 64 встроенный. Но напоминаю, что здесь есть разъем под две сим-карты. И одну из них вы можете использовать во вред, например, какой-то карты памяти. IP65-68. Хотела бы я узнать, что значит вот эта дробь, но разберемся в обзоре. Wi-Fi, Bluetooth, NFC, microSD. Но что мы получаем за эти деньги? Заявочка, на самом деле, от Sony очень даже неплохая. Я знаю точно, что здесь какой-то офигительный звук, супер классное звучание. При этом здесь есть динамическая вибрация. То есть во время просмотра какого-то там видеоролика, фильма или просто клипа на YouTube-чике, смартфон будет реагировать на звук какими-то там вибрациями, уровень которых вы можете настроить на смартфоне. Либо там поставить на максимум, и телефон будет в руках у вас дребезжать, что, наверное, будет супер круто в играх. Либо наоборот убрать, если вам эта опция неинтересна. Плюс здесь также есть slow-mo невероятная, 960 кадров. Эту опцию тоже, конечно, хочется попробовать. Поснимать какие-то супер замедленные видосики с каким-то, не знаю, разрывом воздушного шарика, в котором будет вода или там еще чем-нибудь. В общем, придумаем, очень хочется протестить эту опцию по полной. Тут также классный экран, плюс на платформе уже будет стоять, не на платформе, точнее, ОС это и так платформа. Плюс сразу же на этом смартфоне будет стоять Android 9 Pie. Это тоже очень круто, вам не придется лишний раз заморачиваться и как-то там апгрейдиться. Все уже будет на борту. Это, пожалуй, основные фичи, которые уже компания Sony анонсировала на презентации. Все остальные будем подсматривать, дорабатывать. О, я сейчас вспомнила, что смартфон еще включается, камера смартфона включается из вот такого положения. Вот так вот вы его подносите и бам-бам, камера у вас уже работает. Вы можете в течение трех секунд сделать какой-то классный кадр. В общем, обо всех этих фишках я расскажу вам и сделаю акцент не на характеристике, не на какие-то СТТХ, как это называют у меня умники на канале, а на именно фишки, которых нет у других смартфонов. Что вы думаете по этому смартфону? Какие вопросы у вас есть касаемо фишек, касаемо стоимости? Может быть, еще какие-то вопросы относительно этой модели вас интересуют? В общем, все это я жду в комментариях под этим видео, потому что не сделаю обзор, пока не прочитаю ваши комменты. На этом все. Спасибо огромное за внимание. С вами, как всегда, была ваша Алена. Увидимся совсем скоро с новым Sony Xperia XZ3. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok